МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я собралась и сыграла хорошо. Какое заняло место? А также национальное достояние, повышение стандартов и современное образование. В БГУ откроется новая специальность. Кого будут обучать? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Минерально-сырьевая база страны на контроле у президента. Участники совещания, министры, ученые, губернаторы, руководители профильных предприятий. К вопросу подошли комплексно. Александр Лукашенко подчеркнул, все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу и только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс, пресная вода и многое другое. Но с тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. А то, что не имеем, надо искать. Ищем плохо, подчеркнул глава государства. Если бы мы сегодня имели 5 миллионов тонн нефти, а не около двух, как я только что сказал, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса. Минерально-сырьевые ресурсы – залог суверенитета, стабильности экономики. Еще актуальнее это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление. Пришло время сверить часы, найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало. Хотя, разумеется, у нас есть восьмя успешные отрасли. Тот же гигант, мировой бренд «Беларуськалий», где есть собственная отлично отлаженная система от разведки новых месторождений до производства удобрений. Говорили не только о недрах, но и о том, что на поверхности самая насущная тема – пассивное состояние техники. Об этом доложили губернаторы. Есть позитивная новость – а зимы перезимовали хорошо. А вот в животноводстве не все гладко. Это недопустимо. Особый спрос будет и за дороги. Их нужно привести в порядок, напомнил президент. За что-то есть? Поехал на зайца, ословил штраф. Незаконная охота привела к неприятным последствиям. В Шкловском районе местный егерь услышал звуки выстрелов, после чего представители общества охотников и рыболовов отправились прочесывать лес. Там они обнаружили тушу самки благородного оленя с частично снятой шкурой. Также неподалеку нашли брошенный легковой автомобиль. На следующий день объявился и подозреваемый. Мужчина признался, что планировал охотиться на зайца, однако, увидев стадо животных, не удержался. По изъятым гильзам, которые обнаружены на обочине дороги, проведена судебная баллистическая экспертиза. Согласно выводам эксперта, гильзы стреляны из ружья, принадлежащего 38-летнему фигуранту уголовного дела. Ущерб окружающей среде в результате незаконной охоты составил 1200 базовых величин. Кроме того, правоохранители установили, ранее фигурант с использованием гладкоствольного ружья, без специального разрешения и в запретные сроки незаконно добыл одну самку благородного оленя. Возбуждено уголовное дело. Гостеприимная синяокая, приятного аппетита и отечественные инновации. Беларусь готовится к запуску производства сердечных биоклапанов. Есть ли первые заказы? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси планируют разработать 415 стандартов в различных отраслях экономики. Коснутся они умного города, беспилотных транспортных средств, легкой пищевой промышленности, систем менеджмента и другого. Кроме того, появятся новые идеи для государственных программ по развитию электротранспорта и социальной защите, а также для выполнения задач года качества. Новая для синяокой специальность – страноведение и переводческая деятельность откроется в БГУ в 2024-м. Набор будет осуществляться на бюджетную и платную формы обучения. Продолжительность – 4,5 года. Выпускники получат тройную квалификацию – географ, преподаватель, переводчик, благодаря чему смогут работать в различных сферах. Синеокая готовится к запуску производства отечественных сердечных биоклапанов. Испытания завершены, проведены порядка семи операций. Есть первые заказы. РНПЦ кардиологии уже ждет поставку 30 устройств в текущем году. Стоимость будет на 35-40% ниже импортного аналога. С начала года безвизом воспользовались почти 50 тысяч граждан ЕС, среди которых больше половины литовцы, без малого 10 тысяч латвийцев и почти столько же поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет тем временем напоминает – безвизовый режим продлен до 31 декабря 2024. Белстат рассказал о вкусовых предпочтениях беларуса в прошлом году. Больше всего жители Синеокой съели молока и молочных продуктов. На одного человека в 2023 приходилось 289 килограмм. На втором месте овощи – 87, а тройку замыкает мясо – 84. Меньше всего потребляли рыбу с морепродуктами и растительное масло – 14 и 11 килограмм соответственно. Мир и стабильность в городе обсудили обновленную концепцию национальной безопасности. В трудовом коллективе завода КПД прошла встреча по разъяснению ключевых аспектов документа. Акцент сделан на предотвращении вооруженных конфликтов. Полностью учитываются значительные изменения в военно-политической сфере. В тексте перечисляются страны, которые считаются потенциальной угрозой для Белоруссии. И новая глава, посвященная союзническим обязательствам. Тем не менее, мы готовы применить соответствующие меры немедленно в ответ на любые провокации или явные радикальные действия. Президент подписал указ о награждении Ордена Матери. В почетный список, конечно же, вошли и бобруйчанки. Для всех женщин, которые познали радость материнства, главный смысл жизни – в детях. От тех, кто дарит заботу и нежность – Никита Швайковский. За бессонные ночи и любовь. Ордена Матери удостоены пятер бобручанок. Иметь большую семью – настоящее счастье. Оксана и Сергей Новикевич знают это, как никто другой. С первого взгляда, понятно, между родителями и детьми царит взаимопонимание и теплое отношение. Заботливые мама и папа души не чают в своих ребятах. Стараются дать подрастающему поколению все самое лучшее, чтобы те стали хорошими людьми. Очень приятно, конечно, было получить такую награду. Мы вообще ее долго ждали. Как сказали, нам в годик ее дадут. Ну, уже год и семь ребенку. Дождались, в общем, приятно очень. И такое было награждение, выступление. Все очень понравилось, все красиво. Слова приятные сказали. В общем, ну, муж за меня очень сильно гордится. Да и мама, и все, в общем, все очень рады. Подход моей жены, вот она умеет, хоть не психолог, но она подход имеет к детям. Вот, она объяснит им, расскажет. И в конце концов они вместе садятся там, обнимаются. Она дает понять о том, что на самом деле каждый момент надо ловить. Ну, и мы, в принципе, все время вместе и пытаемся все делать вместе. Без награды не осталась и семья Кот. Екатерина и Андрей воспитывают троих сыновей и двух дочек. Каждый ребенок уникален по-своему. По характеру дети разные. Но заботливые родители ко всем находят особый подход. Помогают ценными советами и раскрывают таланты в каждом. Любви и заботы здесь хватает на всех. Сыновей мы воспитываем, чтобы защищал, помогал более. Где-то с папом что-то и ремонтируем, и показываем, все делаем. Ну, а девочки по дому маме что-то такое приготовить, убрать. Расти детей – это не только бесконечная радость, но и великий труд. В нашей стране создают все условия для поддержки семей. Сформирован мощный пакет социальных мер, которые включают в себя пособия при рождении и воспитании детей. Финансовую помощь на жилье, льготы в образовании, здравоохранении. Мою принципиальную позицию, вы знаете, страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Многодетные семьи – это наш основной демографический ориентир. С другой стороны, это тяжелый ответственный труд. И государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для нашего общества. Для каждого человека мама – святой образ. Великие женщины заслуживают большого уважения, ведь воспитать, поставить на ноги маленьких непосед – огромная работа и ответственность. Но главное – любить и поддерживать друг друга, ведь дети – это будущее Беларуси. Никита Швайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Профессиональное мастерство. Девочка из Бобруйска в тройке лидеров конкурса «Мой Сябра Баян». Из 150 талантливых ребят Беларуси и России Бобруйск представили ученицы детской школы искусств номер 2. Одна из них – девятилетняя Варвара Андросенко – успешно выступила в конкурсном прослушивании, вошла в число победителей и в младшей возрастной группе стала обладателем диплома лауреата третьей степени номинации «Аккордеон». В нашей номинации младшая группа аккордеонов было 26 заявок, 26 участников. Мы выступали во второй конкурсный день, а именно 28 февраля. Нам почетное звание было открыть это прослушивание. Еще маленькая, меня мама привела в музыкальную школу, я еще не знала, на каком буду играть инструменте. Но увидев аккордеона Анну Викторовну, мне захотелось заниматься в этой музыкальной школе. Я выступала первой, мне было волнительно, но я собралась и сыграла хорошо. Подготовка к состязанию шла больше полугода. Занятия длились 45 минут два раза в неделю. В будущем талантливая аккордеонистка хочет связать свою жизнь с музыкой и уже играет на концертных программах, городских приемах, садах и школах. Сразу после нас в «Бобруисклайв» моя коллега Мария Бересневич узнает, каким должен быть настоящий мужчина, выяснит, в чем сила Белоруссии и расскажет, кого призовут этой весной. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова